сегодня у нас будет видео mitsubishi delica d5 прошу любить и жаловать смотрите оценивайте задавайте вопросы ставьте лайки подписывайтесь ну в общем как всегда итак mitsubishi delica 2017 год выпуска комплектация de premium 7 местная дизельная турбированная мощность по паспорту заявлено 148 лошадиных сил и обычной автоматической коробкой передач то есть не вариатор не какие-нибудь там планетарки как многие все боятся самый простой обычный автомат клиренсу данного автомобиля составляет 210 миллиметров это единственный автобус который сохранил джиповские характеристики ранее допустим был но летай стал найс до высокий может быть помните которые выпускались 50 допустим кузов и да и даже старее они были такие бодрые до высокие также были mpv в свое время джипы но к сожалению все сейчас это вымерло и они превратились в обычные пузотерки городские ну далека так сказать марку держит классный автомобиль высокий как для города так и для какой-то рыбалки возможно подойдет до без фанатизма конечно же воды у нее отключаем и подключаемая но в принципе как и всегда что на поджере как что на аутлендерах допустим вообще у митсубиси подключаем и 4 воды всегда 18 литые диски я бы не сказал конечно что джиповское какое-то литье 225 55 18 ну в общем и целом выглядит очень красиво очень эстетично красные модные брызговики ступеньки лестнице ну вот машина выехала только склада вот в таком состоянии они к нам заезжают где-то чуть-чуть пыльные подтеки листики валяются то есть как есть без прикрас без моек без ничего в общем и целом состояние очень хорошая оценка у нее по аукционному листу четыре с половиной балла и пробег 27000 но тут мы видим до двигатель дизельный что-то глобалить я по нему не буду у нас контент не технической такой наклонности до общий в общем формате здесь также здесь расположен аккумулятор и все необходимые к этому моменту то есть все по стандарту как стандартам автомобиля не как у гибридов где-то там батарея где-то там аккумулятор в задней части ли еще где-то все по стандарт и так что мы получаем вот премиум комплектации но сразу же мы видим что здесь присутствует бесключевой доступ кнопка старт здесь никогда надели как я не встречал но опять же все бесключевое просто подходим беремся за так скажем за держак который находится в замке зажигания его можно снять при необходимости если в брелке от лють села батарейка его можно снять и воспользоваться обычным металлическим ключом то есть все надежно все практично ну и что мы видим здесь салоне да то есть премиум аудиосистема rockford фосгейт климат-контроль автоматический обновленная ручка до с надписью delica d5 но возможно тюнинг какой-то возможно еще что то но вот в общем сама шайба переключения 2 воды 4 воды либо блокировка также полностью мультируль кожаный которым расположено все необходимое управление управление как мультимедиа управление соответственно и блютузом и настроить телефон можно ну и подрулевые лепестки в общем все удобно все своих местах салон очень функциональный куча ящичков подстаканник также присутствует розетка здесь какие-то бардачки очень вместительные здесь две штуки куча подстаканников в дверях соответственно также в пассажирских дверях имеется спереди подогрев сидений двух сидушек переключатели находятся непосредственно самих сидушках ну и между сидушек тоже есть столб с бардачком в общем куча всего такая машина для активного отдыха я так полагаю сдвижные двери электро по обеим сторонам ручку дернул открылась также с ключа можно открыть но стоит функция блокировки 7 мест до как ранее сказал то есть как их многие называют капитанские кресла с возможностью прохода к задней третьей лавке сидушки в чехлах все это снимается салон мы видим до бежевого цвета хорошо наверное с одной стороны что чехлы и в общем то цвет чехлов тоже приятно также присутствуют шторки все это заводской версии никакого колхоза имеется на потолке монитор дополнительный для комфорта сзади сидящих пассажиров лестница на багажнике кто-то говорит что зачем она нужна стойки будут умирать на дверях и так далее ну если вы приобрели данный автомобиль да возможно планируете как-то активно проводить время соответственно багажник для того лестница для того чтобы залезть на крышу закрепить какой-то груз я думаю необходимо чем лазить это все по колесам и так далее царапать кузов ну в общем есть присутствуют все это работает нормально стойки нормально все подымает также здесь есть кнопка открывания закрывания в автоматическом режиме камера заднего хода и камера стоит спереди вот боковые еще пока не разглядел еще не до конца изучил также дополнительно установлены в данном автомобиле два видеорегистратора сейчас в данном случае они отсоединены но это все воткнул просто дальше они продолжают свою работу на этой двери на пятый на задней и соответственно на переднем стекле то есть спереди и сзади безопасность фиксация безопасности с кнопки на ключе нажали и открыли ну здесь мы видим это все дополнительно укомплектовывалась отдельно конечно же навряд ли это идет в базовой версии но все же данном случае это присутствует я так полагаю это что-то типа сетки до чтобы груз не летал не вылетал не царапал крышку пятой двери но здесь уже идет комплектом тоже здесь идет комплектом а здесь идет комплектом я так полагаю это москитные сетки на окнах то есть вы приехали разложили сидушечки чтобы баню не устраивать внутри одели все это на окна и кайф ну в общем как бы мы не старались сделать какое-то спальное место разложив сидушки данном автомобиле что-то ровного места совсем не получается не это не падает дальше хотя возможно хотя возможно но в любом случае все в буграх даже по этой сидушки мы видим что она не предназначена для такого момента то есть максимум что можно сделать это задрать задний ряд сидений в общем либо такой формат что никуда не годится либо задираем задний ряд и в общем то с комфортом помещаемся что мы получаем получаем спальное место для человека ростом но не на не два метра однозначно ну в общем и целом поместиться я например здесь размещусь вполне с комфортом еще какой-нибудь гражданин или гражданка зависимости от ситуации в том числе в общем вполне я конечно не рискнул ехать только на автомобиле без без палаток и полным набором людей конечно же тут максимум два человека разместятся и все то есть однозначно если ехать семьей то нужно с собой брать какой-то лагерек стоимость его минимально на данный момент составляет миллион семьсот минимально учитывая опять же пробег до учитывая комплектацию учитывая это все будет плюс 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 ну в общем и целом можно как и за 2 привести можно и за 2 и 2 и за 2 и 5 но опять же кто на что гораздо и кому что нужно так также тут присутствует камера кругового обзора соответственно это левое ухо то сзади ну и есть еще спереди вот смотрим все это настраивается тут зависимости от того как как что можно отключить и так далее в общем все есть полный набор надеюсь видео вам будет полезным при выборе автомобиля смотрите изучайте если вдруг какие-то вопросы возникнут пишите задавайте по мере возможности будем вам отвечать всем пока будут еще варианты будем снимать а